Стало известно, какой новогодний подарочек подготовили украинцы для россиян. Гиркина казнят? А певцов Арбакайта и Николаева бросят в тюрьму? Это горячие новости и всё самое важное в одном дайджесте. Террорист и экс-вояка-неудачник смирился со своей тяжёлой судьбой и сам об этом заявил. И знаете, где его ожидает конец? В Киеве. Стоит нам проиграть эту войну, я просто уеду на пожизненное в Гаагу, а там после чего меня отправят в Киев и там повесят. Это да, в Киеве тебя давно ждут. И напомним, вознаграждение 100 тысяч долларов дают тому, кто возьмёт язык от Ивагиркина в плен. Этот рашист шокировал своей историей. Ему чудом повезло выжить. Вояка звонит домой и хвастается, что выжил. В отличие от своих побратимов. Хотя немного ему досталось. Каска, так это у вас и роскошь. Хорошо, что не игрушечная была. Сколько же вы ещё будете плакать? Что не день, то сопли. Домой хочется. А зачем шли? А жители этого дома в Мариуполе боятся ложиться спать. У них на крыше мина, которая в любой момент может взорваться. Новое послание террористам появилось на проспекте Мира в самом центре Мариуполя. Фото опубликовал советник мэра города Пётр Андрющенко. Здесь и живут люди с миной на крыше, и никому нет дела. Девятый месяц. Жители вынуждены не просто жить среди руины, а прямо под миной. Но рашистов это не волнует. Они лучше устроят в городе очередной демонстративный концерт. Арбакайта и Николаева бросят в тюрьму. Певцы предали Россию матушку. Они вышли на сцену в костюмах цветов украинского флага. Осенний поцелуй после жаркого лета. Не можем быть один, да почувствовал это. Допелись? Пропагандисты уже предлагают внести артиста в чёрный список и выгнать из страны. Они на своём Рост-ТВ просыхают вообще? В прямом эфире передачи Соловьёва один из экспертов под Шафе решил бомбить Лондон. Не надо сначала по Вашингтону, слишком далеко. Лондон рядом. Лондон рядом. Но ведь сегодня, если брать вот эту Европу, так называемую, то главный рассадник всей гадости – это именно Лондон. Один из гостей студии пил кофе, поэтому не настроился на волну спикера и решил уточнить, понимает ли он, о чём говорит. Вы говорите, что нужно ударить по Лондону. А мы должны слушать, что надо ударить по Москве, а мы должны стесняться говорить о том, что мы должны ударить по Лондону. Нет, говорить или ударить? Ударить. Ударить. Чтобы подтвердить свои слова, эксперт начал считать, что нужно, чтобы запустить ракеты по Лондону. Но для этого нужен ресурс. Или это в неядерном снаряжении, или в ядерном снаряжении. Если в неядерном снаряжении, значит, надо посчитать, сколько необходимо носителей, ракет, кораблей, самолётов. Поставить задачу промышленности, что нам для этого надо вот это. Моразм. Больше комментировать здесь нечего. Рашисты над своими людьми издеваются как? Что уже про украинцев говорить? Знаете, где чиновники взяли ёлку для центральной площади одного из городков в Нижегородской области? Украли у жителей. Самое удивительное, что об этом откровенно рассказали на местном телевидении. Декабрь. В Нижегородской области время, когда чиновники воруют у простых людей ёлки. Эти новогодние кражи повторяются в нашей области уже третий год. В этот раз не повезло дедушке с инвалидностью. Его дом сгорел, а ёлки были единственным утешением, которое у старика нагло забрали. Сергей Уткин. Пенсионер-инвалид. Две голубые ели на своем участке он посадил ещё в 1995 году. Они росли почти 30 лет. Но вдруг приехали сотрудники управления благоустройства администрации Бора и ели спилили. Ворованная ёлка радость и счастье жителям городка точно не принесёт. А эта история ещё раз доказывает, что российским чиновникам плевать на свой народ. Хотели взять Украину за три дня, а теперь плачутся как маленькие. Рашисты в шоке от ВСУ. Такой прыти и профессионализма они от наших защитников. Совсем не ожидали. Признались оккупанты в интервью. А дальше сплошной анекдот. У рашистов появились огромные проблемы с языком. Да у них и газ не везде есть. Нечем хвастаться. Интересно, что на интервью сопли распускают взрослые вояки с кучей орденов на форме. И за что вам их дали, если вы ни на что не способны? В России праздник. Прежде чем отправить вояк на погибель в Украину, им разрешают на прощание жениться. Все пары уже жили в гражданском браке. Некоторые даже 17 лет. Всё некогда было. Всё некогда было. Жили, да и жили. Четверо детей, трое внуков. А почему это мужики раньше не женились? Боялись ответственности перед семьёй? Конечно, в гражданском браке никто никому ничего не должен. Удобно. Дмитрий и Екатерина вместе уже 3,5 года. У пары подрастает годовалый сын. Невеста счастлива. Наконец-то дождалась. Расписались. Теперь можно и на войну. Думаю, что это долг каждого мужчины. Встать на защиту своей родины. Мой муж самый мужественный. Он сделал правильный выбор. Конечно, правильный. Вам, сына, может, хоть деньжата какие-то капнут за героическую погибель кормильца. Для этого, наверное, устроили этот цирк, чтобы на выплаты претендовать. Сенсационные кадры успешной работы российской армии. Вы что, поверили? Этого россиян просто маразм крепчает. В Воронеже во дворе многоэтажки уникумы слепили снега танк. Нарисовали на нем Z-символику. Вместо дула вставили фейерверк и играются. А точнее, лупят по окнах соседей. Окно нахуй. Тихо. Теперь понятно, почему вы так удивляетесь украинскому вооружению. Вы же ничего, кроме снежных фигурок, не видели. Какие времена такой праздник? В этом году украинцы украшают ёлки патриотически в жёлто-синие цвета. Но главное, львовская красавица удивила больше всех. Вместо обычной звезды на верхушке ёлки красуется противотанковый ёж. Да-да, вам не послышалось. Рождественское дерево украсил стилизированный противотанковый ёж. Его вес 1,3 килограмма, а размер 1,2 метра. Жители и гости города удивляются. А как вам такая идея? В этом году кто как не наши защитники больше всех заслужили на подарочки от Святого Николая. Каждый из нас благодарен нашим воинам за то, что сохранили страну и защищают нас. Ребята, желаем вам здоровья и супер-броню от рашистской нечисти. Вот он пришёл к теробароновцам Винницкой области. Щойно передали побратимы, что дорога до Москвы майже чиста. Это значит, что свято наближается. Приближается наша победа. Тоже, желаю вам в червиках сухости, в сердце оптимизма, надеи вами, звичайно ж, под кожной ялинкой доброго холодного москаля и желаемого штабелями. Мы народ щедрый, поэтому и для россиян подарочки приготовили. Я передаю вам и для москалев солодкие людяники Хаймарс. Ну а еще приберегли мы 155-миллиметровые цукарочки. Нехай у них зубы поклеятся. Бажано назавжди. Спасибо.